Всем добрый день. Меня зовут Сергей. И, собственно говоря, сегодняшний доклад о веб-воркерах. QR-код для тех, кому может быть плохо видно, или там будут куски кода, которые стоит посмотреть. Если их плохо видно, можете сосканировать, открыть на своих устройствах. Собственно говоря, пока сканируете. Пара слов о том, почему я выбрал веб-воркеры. Например, за время работы разработчиком я принимал участие в нескольких десятках фронт-энд-проектов различных, в том числе и нашей компании, которая разрабатывалась, и сторонними разработчиками, и необязательно индусами. И ни разу я нигде не видел, чтобы использовались веб-воркеры в этих проектах. Поэтому идея была в том, чтобы посмотреть, пощупать, насколько действительно ли это что-то абсолютно стороннее, или все-таки это достаточно прогрессивная технология, которую стоит использовать. И, в общем-то, говоря, я углубился в эту тему, нашел несколько интересных штук, связанных именно с Angular, и, собственно говоря, о них я хотел и рассказать сегодня. Сейчас я найду, чем кликать. Пару слов о себе. Меня зовут Сергей, как я уже сказал. Я веб-разработчик компании Agile. Занимаюсь как бэкэнд-разработкой на Ruby on Rails и немного Express, так и фронт-энд-разработкой в треймворках AngularJS, Angular. Немножко React, смотрел, как ходят на Vue. Поэтому как-то вот так вот. Если какие-то вопросы задавайте по ходу, сделаем все это немножко живее. Итак, я думаю, что для многих из вас, собственно говоря, не секрет, что JavaScript — это однопоточный язык, и работает это все вот примерно вот так вот в одном потоке. Даже если у нас есть какие-то синхронные таски, которые выполняются вроде бы как отдельно, на самом деле все молотится в одном и том же потоке. Тем не менее, мы давно уже с вами живем, собственно говоря, в многопоточном мире, да, все современные устройства, процессоры, телефоны, которые часто умнее своих владельцев. Все это многоядерное, многопоточное, но JavaScript в этом большом мире остается жить на небольшом своем уголочке. Ну, если мы немножко посмотрим на перспективы, тенденции развития JavaScript и так далее, вот такая интересная диаграммка, наш мир, программное обеспечение в этом мире, да, то если мы на этой диаграммке построим, отобразим каким-то образом JavaScript, это будет выглядеть где-то так. На самом деле, действительно, JavaScript все больше и больше захватывает областей программного обеспечения. Он уже давно отошел от того, чтобы быть язычком, которым мы делали бегущие строки на веб-страничках. То есть это мощный язык фронт-энд разработки. Мы забрались на бэкэнд, среди Node.js, Express, Coe, etc. Кроме того, те же Cordova, Ionic, так мы уже можем разрабатывать, собственно говоря, мобильное приложение. Мы берем электрон, можем делать декстопное приложение. Все это позволяет JavaScript. Поэтому, собственно говоря, ему уже тесно находиться вот в этом вот однопоточном мирке. И, собственно говоря, наша задача как JavaScript-сообщество указывать тенденции, указывать направление, куда JavaScript развиваться и выходить из этого однопоточного мирка. Ну, это так, взагали. А в чем, собственно говоря, конкретная проблема? А конкретная проблема в том, что в том же потоке, собственно говоря, молотится не только JavaScript, но и происходит рендеринг вашего приложения. И для того, чтобы у вас все хорошо работало, гладко, красиво пользователю нравилось, у вас должно все работать со скоростью примерно 60 кадров в секунду. Это дает порядка 16 миллисекунд на один кадр. А учитывая, что браузер может забирать до 8 миллисекунд на свою работу, то есть у вас должно все отрабатывать где-то за 8 миллисекунд. Если больше, у вас начинают пропускаться слайды, приложение начинает подтормаживать, для пользователя это становится заметно. Конкретно проблема выглядит примерно так. Сергей, можно попросить кликнуть вот сначала? Не-не-не, не сюда. Там две кнопочки, сначала на первую. Не очень получилось. Не-не-не, там анимашка должна быть. О, вот она, вот она. Да, красивая анимация, все гладенько, красивенько, хорошо. А теперь вторая. Это можно закрыть. Да, Джиру с моими тасками тоже закройте, пожалуйста. Презентация вот здесь внизу. Да, и вот если у нас происходят параллельно с UI, какие-то вычисления. Это вторая кнопочка. Вот происходит вычисление, и анимация уже становится дерганной. Как бы это заметно, это нервирует. Причем вы не всегда можете сказать, что именно будет плохо. То есть вроде бы как обычное вращение нормально, когда подключается скейлинг, уже начинается дергание. Все, спасибо. Можно закрывать. И так, дальше я пока сам. Кто закрыл? Ага, все, спасибо. Собственно говоря, решение этой проблемы – это веб-воркерс, которые позволяют вынести выполнение определенных задач из основного потока во второстепенное. Веб-воркеры уже давненько, собственно говоря, поддерживаются всеми браузерами, кроме Opera Mini. Ну, бог с ней. Да, особенности. Я просто привык как бы докладывать в режиме докладчика, когда передо мной ноут, я вижу следующий слайд. Сейчас я могу немножко путаться между слайдами. Думаю, что вы меня простите. Итак, особенности веб-воркеров. Ну, вся логика лежит в отдельном файле. Он запускается как отдельный процесс. Все взаимодействие происходит посредством протокола API Messages. То есть мы только можем постить сообщения и слушать сообщения между потоками. И есть ряд ограничений доступа. В частности, воркеры, они не могут взаимодействовать с DOM. Соответственно, у них нет объекта document, нет объекта window, нет объекта current и так далее. Но при этом у них есть много всего другого. Они умеют делать запросы, они умеют подгружать скрипты и так далее. Ну, простейший файл воркера. Собственно говоря, ничего такого. Вот как раз он месседж. Это воркер пытается среагировать на какое-то событие. Ну, мы можем точно так же отлавливать ошибки, если какие-то происходили. Если мы хотим использовать воркер, подключаем его как new воркер, указываем ссылку на файл. И, в общем-то, если хотим передать ему какие-то данные из основного потока, постмесседж. Передавать можно все, что сериализуется. То есть функцию какую-то вы передать не сможете. И тогда это работает уже поинтереснее. Все то, что хранится в воркере, оно выполняется в отдельном потоке и, в общем-то, не блочит вам UI. Так, если можно, третью ссылочку. Сергей. 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 И вот у нас, собственно говоря, идут вычисления, при этом анимация работает гладенько. Все хорошо, красиво. Давайте вернемся к слайдам. Мы можем, собственно говоря, если вы не хотите хранить воркер в отдельных файлах, вы можете создавать их на лету, используя блок-объекты и создавая ссылку на них. Либо оборачивать их, например, даже в промис. Собственно говоря, есть уже готовое решение промис-воркер или simple-веб-воркер. Кроме того, в списке полезных ссылок будет интересная статья, как, собственно говоря, какая идея, как обернуть воркер в промис, чтобы уже не ловить сообщение, а промис, then и так далее. Catch, если ошибка. В дальнейшем у нас будет пример. Я чуть-чуть стараюсь то, что касается именно воркера в такой части пропустить, больше перейти к Angular. Shared workers. Практически те же самые воркеры, но они доступны одновременно из различных окон, различных вкладок. Соответственно, очень удобное место для того, чтобы, например, подсоединиться к сокету. Иногда API, собственно говоря, запрашивается через shared worker. Логика работы точно такая же. Оба они являются наследниками abstract worker, общаются через post-message. Регистрация чуть-чуть отличается, то есть там нужно регистрироваться через порт, поскольку мы подключаемся к порту. И здесь, в общем-то, слушать события connect и, в общем-то, общаться через source. Но в целом все остается тем же. Основным больным местом, скажем так, воркеров, почему их, может быть, не так часто используют, это как раз это взаимодействие post-message, которое тяжеловастенькое, может занимать больше времени, особенно первое событие. То есть последующие работают быстрее, именно первое событие чуть дольше. Вот здесь приведены некоторые примеры взаимодействия, сколько времени уходит на взаимодействие, но когда я тестировал, у меня получались результаты где-то раза в три быстрее. Поэтому, возможно, данные чуть-чуть устарели. Но прогресс в этом смысле не стоит на месте. И в рамках ECMAScript 8-го была реализована такая функциональность, как shared memory, то есть общая память, на которую могут ссылаться различные потоки. В данном случае вот приведен пример shared rate buffer. Так мы помещаем какое-то, мы создаем массив, помещаем какое-то значение в этот shared rate buffer. А в worker, в данном случае, через секунду поместили, тут через 2 секунды ждем. То есть мы не передавали никакого post-message, ничего, мы один раз только передали этот массив, дальше меняем значение, и worker сразу видит, то есть что там изменилось, поскольку ссылается на одну и ту же область памяти. Но вот это вот выжидать время, как бы ждать нехорошо, поэтому есть такая штука, как атомарные процедуры, которые позволяют передать туда данные. Один секунд. Да, вот, например, заставить ждать каких-то изменений в массиве и заставить сообщить в wake, что мы передали туда новое число. И таким образом через shared memory, конечно, это все работает значительно быстрее. Так, ну, здесь я привел список различных других атомарных процедур, но не всех атомарных операций, их еще, в общем-то, значительное количество. Если вы забираетесь серьезно работать с веб-воркерами, то есть ряд библиотек, ряд это целых где-то две. Первая библиотека Parallel.js. В общем-то, она умеет очень много различных вкусностей, как автоматически создавать воркеры, собственно говоря, для набора данных, возвращать результат так и создавать, выполнять вычисления параллельно для набора, то есть под каждый элемент массива отдельный процесс, отдельный обработчик, ждать вычисления всего, возвращать общий результат. Умеет даже работать среди Node.js посредством создания Child Processes. Единственный пока ее минус на сегодняшний день, она не очень хорошо, она не умеет работать с асинхронными действиями внутри потоков, там нужно придумывать различные костыли. И есть вторая библиотечка Hunters.js, которая на сегодняшний день очень активно развивается и, в принципе, достаточно, на мой взгляд, перспективна в плане параллельных вычислений. Ну и коротко о фреймворках. Не будем делать вид, что существует только Angular, есть еще вот там View. Для View есть, в общем-то, ничего пока другого, особенно кроме красивой обертки для веб-воркера на основе Simple Worker, который я приводил раньше, который умеет делать различные параллельные вычисления. Что касается React, то вот здесь вот поинтересней. Я забыл имя этого разработчика. Он сделал рендерер альтернативный для React, который, в общем-то, на тестах работает чуть-чуть быстрее, чем рендерер React. То есть он в виртуальную модель, обработку вот этой виртуальной модели дома, он выносит в отдельный thread, там это все молотит и возвращает. По тестам работает быстрее. Ну и, собственно говоря, Angular. Что касается использования воркеров в Angular, значит, здесь, собственно говоря, особенно ничего нет. Сейчас, 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 я не могу сообразить, какой слайд. А, это сам воркер. То есть воркер создается точно так же, мы можем импортировать функции, допустим, да, без проблем. Но, если вы используете в качестве сборки System.js, там есть проблемы в том плане, что у вас импорты превращаются просто в require, и у вас ничего не работает. Там нужно создавать отдельный лодер для того, чтобы, с подгрузкой System.js, который позволяет уже подгружать непосредственно воркеры. Если вы используете вебпак, проблем у вас никаких. Единственное, что не забывайте отключать файлы воркеров из Common Chance плагина, чтобы то, что общее из них не выбрасывалось в общий поток, иначе оно же не будет им доступно. Особенность следующая. Вы не можете здесь указать ваш любимый TypeScript файл. Вам нужно знать, в какой файл он будет скомпилен и указывать ссылку на него. В остальном, в общем-то, никаких особых проблем нет. Но данный пример не очень красивый. У нас логика в компоненте не есть хорошо. Собственно говоря, следующий вариант. Это мы можем вынести воркер в сервис. И вот пример создания сервиса, который работает на основе воркера. Собственно говоря, он вызывает воркера, слушает. Основное его преимущество – это вот этот объект pending workers. То есть он сохраняет все воркеры, которые есть по ID-шникам, генерирует ID-шники для каждого. И, собственно говоря, потом резолвит, когда возвращаются от них данные. То есть основное его сердце – это вот эта функция run, которая, собственно говоря, возвращает promise. promise – это уже интересней. Возвращает promise. И затем по post-message основной процесс сервиса знает, когда резолвить этот воркер. Есть еще более интересное решение. В данном случае, если мы посмотрим на импорты, это просто некоторые функции. То есть модули, которые экспортируют функции. На самом деле есть очень интересный доклад о Recalvo. В ссылках я тоже это все привел. Он показывает, как можно передавать полностью сервисы внутрь воркера. Собственно говоря, проблема в том, что они находятся в отдельном потоке. Основное ваше приложение не узнает, что там создался инстант сервиса. Так вот он создает прокси-сервисы, которые умеют инстанцировать сервисы внутри воркеров. Но решение получается довольно сложное. Если сейчас мы будем его рассматривать, то мы займем время, наверное, до конца доклада. Поэтому очень советую посмотреть эту презентацию с лайф-кодингом. Довольно интересно. Но Angular не был бы Angular, если бы не сделал это все гораздо проще. Собственно говоря, я не знаю, кто именно, но ребята из Angular сказали, давайте вы не будете заморачиваться тем, что вот это надо вынести воркер, вот это не нужно. Давайте просто отделим мух от котлет. Пусть у нас все, что касается рендеринга, выполняется в основном потоке. Все, что касается бизнес-логики, выполняется в среде воркера. И это делается с помощью библиотеки платформ WebWorker. И любое ваше приложение, в общем-то, достаточно быстро превращается в нечто более быстрое. Во-первых, вам нужно подключить платформ WebWorker, платформ WebWorker Dynamic в ваш проект, заменить пару строк в модуле, в main, TypeScript, ну и создать, собственно говоря, сам файл воркера, который будет бутстрапить ваш модуль. Все. Angular автоматически выносит бизнес-логику в воркер, автоматически понимает, когда нужно рендерить, передает это в основной поток. В качестве примера я впервые узнал об этом от Энрике Бермудеса. И, в общем-то, говоря его, два примера, как это работает, насколько красиво. Сергей, можно первую ссылочку открыть и нажать calc? Там вычисляются какие-то факториалы. Видите, достаточно, ну, можно несколько раз там calc понажимать. Достаточно дерганая анимация. Все, все, спасибо. А теперь вторую. То же самое просто вот с этими добавками. Все остальное Angular делает сам. Спасибо. Ну, вы можете сказать, да, вот там какие-то вычисления шли, тут какие-то факториалы вычисляются. Нам-то тут как бы получить API-шку, распарсить. Зачем нам это нужно? Есть очень неплохой тест JS Repaint Performance, суть которого в том, что там просто рендерится большое количество различных строк, они постоянно обновляются, добавляются новые, подменяются в них значения и так далее. Так вот, собственно говоря, здесь там есть интенсивность, которая определяет, сколько строк будет, как часто они будут изменяться и так далее. Так вот, сколько кадров в секунду, синим показано, отрабатывает обычное Angular-приложение, а вот то, что дает нам Angular-приложение с воркерами. На эту тему, опять же, тоже я в ссылках привел, можете посмотреть, есть очень интересный доклад Алексея Хрименко. Правда, он делает аналогичное сравнение на еще втором Angular. Но там есть, правда, дополнительные вкусняшки, то есть он сравнивает, насколько быстро работает UI, включая и track-by, и ahead-of-time compilation, и воркеры, и enable production mode. Поэтому там чуть, может быть, поподробнее. Но, тем не менее, даже вот на таком приложении, где логики по сути нет, просто интенсивный UI, воркеры выигрывают. Поэтому есть смысл попробовать это дело. Да, и вот до недавнего времени, когда я это сделал, попробовал красиво, мне понравилось, получилось, я начал подключать роутинг, и пошла беда. Оно все не работало, в документации особо ничего не было. Пришлось лазить по исходниках, и, в общем-то, буквально недавно я нашел решение, как заставить роутинг работать. Все оказалось достаточно просто. Во-первых, вам нужны worker app location providers, и поскольку воркер не может достучаться до вашего base href, который лежит в index.html, это дом, вам нужно передать токен app base href. Ну, или использовать hash location strategy, но это вроде как устаревший вариант. И второе, при bootstrap, вам нужно передать app ui location providers. Все, после этого у вас роутинг также работает без проблем, все хорошо и красиво. Следующее. Ну, если бы кто-то сочинял про воркеры сказку, то она бы звучала, наверное, так же. Или трое братьев, двое бедных, один богатый. Это богатый брат, поскольку в последнее время столько хайпа по поводу сервис-воркеров, как бы, наверное, не было никогда. И даже, наверное, аббревиатура PVA уже с клеем ни у кого не ассоциируется. Сервис-воркерс, сердце современных прогрессивных веб-апс, представляет собой некий прокси-сервис, который лежит между браузером и вашим API и позволяет кэшировать, позволяет принимать пуш-сообщения. Ну и в том числе он работает так же, как и обычный воркер, он позволяет реагировать на сообщения, передаваемые ему из основного потока. Несмотря на схожесть, сервис-воркер, он не является наследником абстракт-воркера, поэтому он такой сводный брат, наследником класса абстракт-воркер. Да, это сводный брат воркеров. У него своя логика регистрации, так и у него есть целый цикл жизненный. То есть после того, как мы его зарегистрировали, мы должны его инсталлить, затем активировать, и он будет жить, пока мы его не устарим, не сделаем redunct. Ну, если где-то происходит ошибка, он автоматически становится redunct. Ну, если говорить о инсталляции, ну, все сводится к тому, чтобы слушать события install, да, и, собственно говоря, это место для того, чтобы закешировать какие-то assets файлы, допустим, стили, то есть какие-то файлы, которые у вас уже есть в приложении. Активация как раз у нас есть место для того, чтобы сбросить старый вариант кэша, который у вас был, чтобы он не хламился, не накапливался, не накапливалось лишнее. Ну, и, собственно говоря, как работает сервис-воркер. Может реагировать события message, так как обычный воркер может реагировать на события fetch, перехватывая асинхронные запросы и на события push обрабатывать push сообщения от сервера. Ну, нас сегодня будет интересовать, в общем-то, только fetch. Есть несколько стандартных стратегий, как обрабатывать асинхронные запросы. наиболее популярные это два, это cache first, то есть если у нас что-то есть в кэше, мы сначала пытаемся отдать из кэша, если нет, уже лезем в сеть. Network first, это, собственно говоря, мы пытаемся отдать из сети, а уже если нет или по тайм-ауту чего-то отвалилось, отдаем из кэша. Ну, может быть, допустим, вариант fastest, когда вы дергаете как бы оба варианта сразу, что первое пришло, то и отдали. Там cache only, network only, что угодно, что вы сможете придумать. Вот вариант решения, если не ошибаюсь, cache first, то есть сервис при обработке события fetch, он пытается достать что-то из кэша, если его там нет, делает запрос, кладет в кэш и отдает. Так, а теперь касательно пятиугольного пончика. Ну, еще и поедающего пятиугольный пончик было найти сложно. Да, почему пятиугольный пончик? Это же не нужно. Angular 5 вышел под кодом названием pentagonal do not. И, собственно говоря, Angular 5 он принес с собой достаточно удобную функциональность для работы с сервис-воркером. Для тех, кто использует Angular Client, многие, кстати, пользуются. У нас был долгий период, когда мы не использовали Angular Client, это оказалось достаточно неудобно, он не позволял генерить webpack.config и только чуть позже пришло его время. Так вот, в версии 1.6 уже будет полная поддержка сервис-воркеров с точки зрения Angular Client, но она еще сейчас в бете. Актуальная версия 1.5, поэтому, если вы не хотите пользоваться бетой, нужно пару костылей. Ну, во-первых, вам нужно подключить модуль сервис-воркер. он нам дает три основных момента. Это, собственно говоря, сам файл сервис-воркера, дает некоторый вариант CLI для работы с конфигом и, собственно говоря, модуль для того, чтобы работать с сервис-воркером. Для того, чтобы с ним его зарегистрировать, вы можете, конечно, использовать стандартную процедуру регистрации в индекс.html, if-in-navigator, регистр и так далее. Но есть удобная функция регистр модуля. Так, и затем вам нужно, поскольку это у нас 1.5 CLI, не все еще поддерживается, вам нужно, собственно говоря, скопировать вот этот вот код воркера в свою рабочую директорию. И следующее, это вот скрипты из паккаджесона. Вам нужно сгенерировать конфиг-файл, на основе его ngsv-config-json. Ну, можете по-другому назвать, это не обязательно. И, собственно говоря, вся работа с сервис-воркером сводится к тому, что вы настраиваете вот этот вот конфиг-json. В основной код вам, в общем-то, без необходимости лезть не придется, если вы не хотите какую-то особенную функциональность. Собственно говоря, что включает в себя ngsv-config-json? Это 4 основных блока. appdata, но это просто ваша информация, там title, description и так далее, реально он не используется. Index, это просто путь к index.html для перенаправления, да, он уже single page, все дела. И два основных блока, это asset groups и data groups. ассет groups, это что мы хотим кешировать из того, что у нас есть, а то, что мы знаем, что у нас есть на этапе билда. Это могут быть какие-то ваши файлы, которые лежат, могут быть, например, ссылки на шрифты, которые там вы знаете в CDN, ссылки и так далее. И data groups, это то, что вы хотите кешировать на этапе уже работы приложения, то есть это различные API. Если говорить об asset groups, собственно говоря, название группы, какую стратегию использовать при установке или при обновлении воркера, то есть либо их кешировать все вместе, либо их кешировать непосредственно. То есть если вы кешируете, используете стратегию prefetch, они кешируются у вас сразу, у вас приложение будет полностью работать в оффлайн режиме. Если вы используете стратегию lazy, то они будут кешироваться по запросу. Если чего-то до наступления оффлайна по какой-то причине не запрашивалось, то потом, соответственно, оно не появится. Ну и, собственно говоря, ресурсы. Что мы хотим кешировать? Можем указать файлы, можем указать version files. Это то, что кто к чему добавляется хэш в процессе генерации. Angular сам уже потом разруливает все это дело. И у Rails ссылки. С data groups все несколько проще. Опять же, название, ссылки, которые кешируем. И затем мы управляем кешем. То есть, сколько максимально запросов мы кешируем для этой группы, сколько дней храним кеш. не указал. Есть еще тайм-аут. Давайте тайм-аут чуть позже. Стратегия. Это вот freshness и performance. Freshness это, собственно говоря, стратегия network first. Performance это стратегия кеш first. То есть, отдаем быстренько из кеша, либо freshness пытаемся получить наиболее свежее. И тайм-аут есть еще свойство. Это, если вы используете стратегию freshness, сколько ждать до того, как выпасть в фоллбек и попытаться отдать из кеша, если там что-то есть. Собственно говоря, вот и все. То есть, работать с воркерами стало гораздо проще. Технология перспективная, технология интересная. Стоит использовать, стоит разбираться. Надеюсь, кто не знал, я познакомил. Кто знал, может быть, я натолкнул на какие-то мысли. Кто умеет, знает, практикует, подискутируем. Узнаем что-то новое. Полезные ссылки. Благодарю за внимание.